всем привет это в этом видео я расскажу про новые возможности челеста юнита которые появились начиная с версии 7.4.1 вообще сейчас челеста развивается связи с ее практическим использованием и это наверное я сниму скоро еще другое видео про то как изменяется челеста core про то как изменяется улучшается работа с курсорами это видео посвящено конкретно челеста юниту но оно предназначено всем пользователям челесты поэтому если я каких-то пользователей не знаю то пожалуйста распространите ссылку чтобы посмотрели и узнали потому что челеста юнит важная составляющая и в ней с версии 7.4.1 очень много важных изменений произошло но все мы знаем челесты тест как он выглядит по умолчанию значит вот эта аннотация дает нам возможность подпихивать сюда call контексты в курсоре и работать с данными как как ни в чем не бывало все это делается на базе h2 быстро и без проблем тут ничего не изменилось по умолчанию все так же выглядит ну как бы обратная совместимость сохранилась и все это по умолчанию выглядит точно так же что здесь появилось самое заметное изменение это то что челеста тест теперь имеет параметры то что раньше конфигурировалось то есть допустим вам нужно какая-то нестандартная нестандартный путь к скорпасов или там вам допустим надо отключить референшал ант-интегрити раньше это делалось через вот такую вот историю регистера регистер экстеншен здесь нужен был нужно было объявлять этот экстеншен его через билдер конфигурировать все это довольно многословно было и некрасиво давно я собирался давно я обещал что я сделаю просто конфигурацию через параметры аннотации наконец это произошло вот теперь вы можете допустим отключить референшал интегрити чеки на базе h2 просто добавив параметр в аннотацию челесто тест старые ваши конфигурации через регистер экстеншен если они есть они будут работать они сохранены для обратной совместимости но они помечены как деприкейтед я призываю вас просто выкинуть тот длинный код некрасивые и заменить его на красивый код то что все те же параметры которые были в билдере они теперь есть здесь в параметрах аннотации и это можно заиспользовать это такая важная наиболее заметная что ли часть того что изменилось но это не единственное изменение значит ну давайте во первых проверим сейчас что это работает по по умолчанию референшал интегрити включено вот здесь вот у меня есть тест который создает запись курсор пытается создать запись курсор а вот эти вот поля это foreign ключи вот видите как бы база данных пустая и он говорит что foreign ключ нарушен нарушение ссылочной целостности вставлять он ничего не будет если я возьму и скажу референшал интегрити false то этот тест у меня будет зелененьким я на самом деле сам я лично люблю писать тесты с референшал интегрити true как правило они позволяют все время напомнить что там с чем связано и создать данные не так-то трудно а сейчас стало еще легче связи с новой возможностью который я сейчас расскажу значит вторая история которая здесь появилась помимо референшал интегрити который можно включить и отключить появилась вот такая вот штучка reset sequences ну это просто опять же reset sequences можно включить можно выключить по умолчанию reset sequences у нас включена то есть он reset все секунды и также он тронкейте все таблицы ну тронкейте и был с это известный параметр вам а вот reset sequences это новый параметр ну на самом деле это была ошибка недоработка потому что раньше было как раньше было так что вот допустим мы в одном тесте какой-то секвенс инкрементировали вот здесь вот мы его проинкрементировали не явно вставив белкурсор а здесь мы его проинкрементировали явно проверили что значение возвращенное равно 2 допустим во втором в другом тесте который выполняется независимо от 1 мы хотим проверить что этот секвенс ну пустой и что его значение возвращаем и равно единице мы не знаем на самом деле какое это будет значение если их не сбрасывать перед каждым тестом и вот раньше они не сбрасывались а сейчас они сбрасываются эти значения и поэтому вот этот вот тест тест 3 у нас сейчас зеленый потому что видите он возвращает значение единичка как будто бы у нас база данных с нуля возникла но если по какой-то причине я правда не вижу причины которые вам это может быть нужно но тем не менее вернуться к старому поведению системы мы можем отключить это поведение вот новым параметром и убедиться что теперь у нас с тестами будет беда вот мы ожидали что сиквенс принимает значение 1 она приняла значение 3 потому что здесь было 1 2 уже выдали из этой два значения выбрали из этого секвенса и теперь мы хотя ожидаем 1 но он нам вернет 3 то есть вещи связанные с зачисткой это truncate tables the resect sequences ну вот мы можем еще truncate tables отключить и проверить что теперь упадет второй тест потому что потому что в первом тесте мы вставили в табличку что-то и в действительности во втором тесте база будет не пустая еще раз я не вижу причин для того чтобы отключать вот эти вот флажки truncate tables the resect sequences правильные тесты правильные независимые тесты они выполняются с нуля и они выполняются на чистую на полностью чистую базу это скорее только отладочные флажки такие что у нас появилось еще важного интересного значит в ну в джи юнити есть такая история давно во всех версиях как возможность сетапить тесты так вот в как правило мы в сетапе делаем что мы заполняем данными выполняем какую-то инициализацию системы систем under test который мы потом используем во всех тестах которые находятся в данном классе то есть перед каждым тестом выполняется метод сетап и мы часто хотим в этом сетапе на самом деле проинсертить что-то в таблице сожалению раньше раньше этого было делать нельзя то есть мы могли написать вот так вот и и секундочку могли написать вот так и но до версии 7.4.1 вот этот вот бил курсор вот эту вот запись вы бы не увидели почему ну потому что это была недоработка челеста юнита потому что это вставлялось в одной транзакции независимой вот здесь вот это все выполнялась другой независимой конзакции который просто не видела значит ставку в бил курсор теперь ситуация поправлена теперь вот call контекст который выполняется в каждом тесте он на самом деле есть тот же самый call контекст который прибежал before each и поэтому сейчас получится так что вот этот вот тест вы выполнится да а вот эти вот тесты у нас свалится потому что здесь конечно же уже бил курсор каунт и не zero а единица и здесь у нас в действительности 2 ну давайте сделаем зеленый тест так ассердит к язык валту сейчас секундочку язык валту единица а здесь у нас секунс язык валту 2 то есть это мы можем проверить в каждом из тестов что он выполняется в контексте того что подготовил какие данные мы подготовил сетап вот видите и все эти тесты зеленые потому что те данные которые мы проинсертили в before each они могут быть использованы в каждом тесте это очень удобно это упрощает ваши тесты у меня много тестов которые там в начале вызывали какие-то методы подготовки вот я их все сократил переписал на использование before each пользуйтесь этим пожалуйста на здоровье ну и последний момент он такой незаметный как будто бы но концептуально важный это вопрос зачистки значит как мы уже знаем система защищает и таблицы и теперь начиная с версии 7.4.1 секвенсы но только если раньше челесто юнит зачищал это после выполнения тестов то теперь он это делает перед выполнением тестов и ну как да как посуду можно мыть после еды и перед едой вот мы раньше мыли посуду после еды и вроде бы как бы это соответствует приличием но в мире тестирования как оказалось это не совсем правильно но по крайней мере это не совсем помогает потому что в реальных проектах там где смешанные челесто юнит тесты с какими-то компонентными тестами на спринге получается так бежит компонентный тест на спринге меняет что-то в базе данных h2 и там в спринге не предусмотрено никакой автоматической зачистки h2 после тестов база остается в каком-то состоянии потом бегут челесто юнит тесты которые предполагают что база была чистенькая перед началом и они сваливаются потому что какие-то данные в базе есть тогда вызывается delete all надо вызывать на всех этих самых приходится вызывать на тех курсоров которые хочется использовать все это загрязняет код и делает его некрасивым вот теперь delete all перед началом делать не надо потому что теперь зачистка и секвенсов и таблиц она происходит перед выполнением тестов а после выполнения тестов соответственно не происходит это уже задача других тестов как бы разобраться с тем в каком состоянии вам пришла база данных h2 вот на этом на этом у меня все пользуйтесь челесто юнитом это теперь стало гораздо лучше и удобнее вот из этих вот мелочей и скоро ожидайте видео про изменения которые касаются api курсора спасибо за внимание спасибо за внимание